Привет, друзья! Это Егоров и Райзен. Сейчас мы расскажем вам о том, что будет в финале МКС, пустят ли Райзена на поле, как ему удалось добиться компенсации за финал, о которой он объявлял, и что он думает о свалившемся хейте. Здравствуйте, Артём! Здравствуйте! С чего начнём? Давайте начнём с того, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. Надеялись, что всё не так получится. Честно, я думал, мне дали красную карточку, это типа как на матч действует она, но никаким образом на бровку не работает. Ведь я нарушил закон на бровке, ой, на поле, почему она распространяется на бровку. В чём был эпизод? Я вообще, на самом деле, только сегодня понял, что меня по беспределу кикнули. Смотри, когда подножку подставили Василию Маврину, начали атаковать Максима Синицына. И Кожемяка побежал его пихать лицо руками. Я побежал Кожемяку пихать руками в грудь, типа, от подталкиваем. Говорю, Кожемяк, успокойся, хороший человек, не пихай Максима Синицына в лицо. Ну, в общем, у нас такая была, типа, просто пиханина. Ничего сверхъестественного. Ему дали красную, мне, кажется, дали красную. И потом я говорю, а можно на КДК вынести и всё это рассмотреть? Ну, снимите с меня, я хочу выйти посмотреть, как команда играет. Всё-таки приложил усилия к тому, чтобы мы в финал вышли. И они говорят, нет, ни хрена. А так-то мне дали красную из-за того, что просто Кожемяка пошёл в лицо моего игрока пинать. Ну, если так честно. Не, согласен, наверное, не должен был с ним там никак выяснять отношения, но там же ни на какой уровень конфликта не переходило, где кто-то кого-то ударит. Мы просто пихали друг друга, и всё. Я ему говорю, и чё, и чё? И он мне говорил, и чё? Ну, там показывают файлы, находят в корзинах. Говорят, что вы ещё на Виточа пытались напасть. Да нет, я от Виточа так ногой отмахивался, типа, Виточа проваливал. У него так камеру держит, его так показывает. Понял? Я говорю, пошёл отсюда, типа. Ну, то есть, какой напасть там? Ладно, на кого я там могу напасть? Спокойно. На голубей, если только могу напасть, то я их не поймаю. Если вы будете прорываться на поле, что делать организаторам? Да не буду прорываться. Мы ещё, не дай бог, договор, всё, опрокинут нас. Мы ещё бабок будем должны. Там штрафы миллионы уже. Это же уровень стадионов больших. Я там посмотрел за нарушение правил. Серьёзно, не только дисциплинарные, но ещё и финансовые потери можем понести мы. Вас сейчас сильно критикуют за то, что вы объявили о премии в 2 миллиона за выход в финал. Ничего себе. Я у них деньги, видимо, да, забрал. Блин, ребят, ну извините. Если это, конечно, ваши деньги, которые вы поставили на той конторе, которая за это заплатит. Ну, так бывает, ёлки-палки. Ну, я не знаю, за что мне хейтить. Я заработал 2 миллиона для клуба. Эти деньги пойдут на зарплаты, на оборудование. Что в этом плохого? Я человек заинтересован, чтобы в клубе было больше денег. Говорят о том, что как вы вообще могли посметь заявить о какой-то компенсации, если вам вообще дают возможность играть на большом стадионе? Ну как, нам же сначала обещали один стадион и одни даты. Потом нам перенесли даты и стадион. Ну, как я могу не просить компенсации, если у нас матч, который должен был проходить 12-го, под него выстроена подготовка, поля арендуются. И, в принципе, продумывается то, как игроки будут переходить с искусственного поля на натуральное поле, а потом обратно на искусственное. А тут у нас, получается, переносится матч, мы будем играть на натуральном, и следующую игру мы будем играть на луче на искусственном. В теории, да, если мы выиграем, мы перенесем ее. Понятное дело, мне нужен какой-то буфер. Мы, чтобы понимали, вы на медицину потратили в этом месяце 300 тысяч рублей. Это то, что как бы в результате травм получается. Как вы думаете, есть вероятность того, что игроки могут получить травмы в результате таких резких переходов? Один Серега Давыдов, нам сейчас сказали, что его восстановление будет стоить 300 тысяч рублей. Ну вот. Ну, если, по вашему мнению, клуб работает и все бесплатно происходит, и все, что вы видите, это все не стоит денег, ну, тогда, наверное, да, я поступил неправильно. А люди, которые понимают, что все это денег стоит и просто так не появится, я считаю, я абсолютно в грамотную позицию поставил. Гиля тоже, по-моему, где-то больше 100. Ну да, Гиля уже точно больше 100. Ну, просто смотрите, ребята, тут даже люди, которые организаторы МКС, никаких претензий в ответ не выдвигали. Они все прекрасно понимают. Мы с ними договорились за максимально короткие сроки. То есть не было такого, что вы что, охренели и прочее. Только я чуть не провалил операцию. Ну да, Дима бесплатно хотел играть. Он на Алтае так подобрел в один момент. Ну, хорошо, в Москву вернулся, сейчас бы, наверное, 5 попросил. Поэтому мы получили с реалити равносильные компенсации. Они два, и мы два. Эти деньги все равно идут в клуб. Тем более для Фила, который, в принципе, работает себе в минус. А все так жестко обозлились, как будто бы мы у них деньги забираем и прочее. Ну, ребят, подумайте с другой стороны. Постарайтесь подумать. Когда ребята вроде Васи Маврина пишут о том, что этот финал никому не нужен, играйте на Сапсане и вообще. Не, ну, если честно, этот финал, в первую очередь, вот лично от себя могу сказать, мне очень нужен. Мне будет приятно сыграть на таком большом стадионе. Это наш первый, ну, первое появление на арене такого масштаба. Я МКС здесь очень сильно благодарен. За то, что они нас и позвали, и предоставили такую возможность. Да, я на ВТБ хотел сыграть больше, честно скажу. Но ВЭП – это прекрасный стадион. Я не буду там говорить о том, что он какой-то не такой. Но, как мне кажется, ВТБ покруче. Но ВЭП – это, блин, новый стадион российской премьер-лиги. С красивым полем. Есть какое-то соприкосновение и конфликт с МКС, с Германом или с кем-то еще? Потому что сейчас ты становишься, как будто бы, и я с тобой. Вместе мы становимся главными злодеями медийного футбола. Не знаю, лично у меня вообще никаких взаимоотношений не устраивалось по ходу МКСа с Германом. Я с ним даже, по-моему, не пересекался толком. Только руку жал и все. Что касается МКС, если мы не говорим о пешках типа Фикуса, которые просто на бровке стоят, а с организационной частью, вообще никакого недопонимания нет. Все максимально четко. То есть вот Никита, который конкретно за все отвечает, вы, может, его там не часто видели. Это мега профессиональный парень, который нам действительно помог со всеми организационными моментами и вот с переносами. Мы договорились, пришли к чему-то общему. Турнир отлично прошел. Я уверен, что его главный спонсор доволен результатом. Соответственно, мы в это тоже что-то вложили, я так думаю. Все от этого выиграли. Если говорить об МФЛ, что у нас дальше будет происходить? И какие у вас личные цели? Блин, честно, МФЛ очень жесткие прогнозы на него строю с точки зрения того, насколько это все либо выстрелит и выйдет вообще на какой-то уровень, прямо мы будем охреневать, какие зарплаты, контракты, либо это все приестся и людям уже через 4 тура будет менее интересно. Это все зависит от новых команд, насколько они действительно реализуют себя. То есть вот то, что мы заявляли в первом сезоне, на мой взгляд, мы оправдали. Те ожидания, которые там на нас ставили. А вот что с новыми командами будет, увидим. Ну вот бей-беги себя реализовали? На мой взгляд, в некотором смысле да. Я от них меньшего ожидал, честно скажу. Они какой-то вот уже, ты знаешь, когда говоришь, бей-беги, у тебя какая-то ассоциация есть, ассоциативный ряд. Это, мне кажется, самое важное. Как вот родина условно, да, с текилой? Вот текила же имеет какой-то вес, вот его родина уже имеет какое-то имя с нуля по факту. Когда Вася Маврин говорит, что не пожмет тебе руки. Ну я это в первый день говорил. Ты огорчен, ты рад. Блин, ну как вам объяснить, честно, меня мало что может вот сильно огорчить в медийном футболе, кроме поражений команды и все, или каких-то травм. Я больше сконцентрирован на этом. Лично с ними взаимоотношения, я в них сильно не погружаюсь. У меня, искренне могу сказать, ни по отношению к кому не обид, ничего такого нет. Нормально все. Спасибо, друзья. Покупайте билеты по ссылке в закрепленном описании. Пусть описание будет тоже закрепленное. А мы собираемся играть в финале МКС. Для тебя что важнее, выиграть финал МКС или победить было Амкал? Сейчас МКС. Сейчас МКС. Сейчас МКС. Пока.